Группу людей, вышедших из небольшого желтого портала, встретила яркое, слепящее глаза солнца и высушенная им пустыня. Полузгнившая, полуперепревшая трава грязно-коричневыми клоками топорщилась у ног там, где земля еще не окончательно пошла глубокими трещинами под воздействием испепеляющей жары. Казалось, солнце могло за мгновение испарить целое озеро и лишь темно-синие облака изредка закрывали его, даря миру блаженную тень. — Мило, — прокомментировал Сергей и завертел головой. — И где здесь зомби? — Босс, там холм, можно осмотреться, — сообщил один из бойцов, указывая рукой. Босс, киунул и все направились к холму, но ничего похожего на зомби или города поблизости не было. Немного подумав, босс решил идти на север. Где прохладнее? На севере. А значит, там должны быть поселения. Логика была железная, потому возражений не последовало, отряд смиренно двинулся в путь. Но чем больше они шли, тем меньше верилось в то, что когда-нибудь удастся достигнуть цели. Пустоши казались бескрайними и... мертвыми. Высохшее русло реки зияло рыжеватой бескрайней полосой в обрамлении таких же безжизненных бугров, бывших когда-то зелеными берегами. Сейчас в это было уже трудно поверить. Впереди, насколько хватало глаз, вздымались пустые пологие холмы, на вершине одного из которых громоздилось что-то похожее на огромный самолет, такой же ржавый и истлевший, как все вокруг. Ветер гонял сухую колющую пыль, а лес, видневшийся на горизонте, даже отсюда представлялся мертвым, высушенной щеткой из безжизненных корявых стволов. Вот все, что люди подметили за те четыре часа, что находились в пути. «Разбиваем лагерь. Четверо на охрану, четверо отдыхают и едят», — заявил Сергей, остановив отряд посреди леса. Они уже час шли сквозь него, но ни зомби, ни животных так и не встретили. Большая часть деревьев была мертва, другие же гнили. Все это напоминало лес на блуждающем острове. Только деревья не чернели из-за заразы, а попросту отмирали. У каждого в отряде было походное снаряжение. Оно было в виде браслета. Достаточно было указать на область, и там материализовывалась герметичная палатка с системой жизнеобеспечения, походная кухня, спальный мешок и кое-какие инструменты. Первыми на отдых был босс и еще трое человек. Оказавшись внутри палатки и дождавшись оповещения об очистке воздуха, мужчина скрыл шлем в корпусе брони и потянулся к рюкзаку. «Еще горячий!» – радостно пробормотал голодным мужчина. В герметичной упаковке находился большой кусок мяса с картошкой, в другой – салат. Когда готовили отряд к путешествию, предполагали, что есть возможность не найти зомби сразу же, потому подготовились знатно. После перекуса и получасового отдыха первая четверка свернула палатки и заменила охрану. Бродя по окрестностям лагеря, Сергей внимательно изучал деревья, почву, местность. Почва не такая твердая, как на пустошах, даже, можно сказать, мягковатая, словно болотистая. Из-за герметичного шлема запаха не чувствовалось, но мужчина был уверен, что воняет здесь знатно. В руках у него была лучевая винтовка, за спиной лучевой меч, а с пояса свисал ручной сканер. Огнестрелы решили не брать. Кто знает, вдруг простой выстрел устроит тут апокалипсис. В апокалипсис, конечно, никто не верил, а вот носить с собой боеприпасы было бы проблемно, а вот зарядить лучевую винтовку проще простого, да и запас энергоядер был приличный. «Босс, это жестоко! Там у нас только красавец, который только и жаждут, когда к ним придут мужчины, а мы торчим на этой мертвой планете!» – раздался расстроенный голос пироманьяка. У комплектов четвертого уровня была встроенная рация, что позволяло общаться между собой без помощи убежища. С ним, кстати, была полностью потеряна связь. Рации не работали, телепортации и перенос также. Но это не новость. Сердце мира сразу сказало об этом. Именно поэтому из-за своей паранойи Сергей и заставил солдат взять с собой целую гору всего, что может пригодиться. Тяжелее всех было пироманьяку и Джо. Они маги и имели низкую силу. «Мы торчим на этой мертвой планете, чтобы наши женщины не стали такими же мертвыми, как это место!» Хмуро ответил босс. Без возможности переноса в убежище он чувствовал себя очень... некомфортно. «Меньше болтай, больше наблюдай!» «Но, босс, Скэнер ничего не показывает, а если появится зомби, он сразу сообщит...» Ну, в камень пожаловался парень. «Тебе мало всевозможных зверомутантов? Или хочешь познакомиться с местными? Вдруг они людоеды? Хочешь стать супом? Или жареной котлеткой?» «И они вообще еще существуют, эти местные? Как тут выжить-то?» «Если змей сказал, что есть, значит, есть!» В скором времени отряд двинулся дальше, но к ночи они так и не обнаружили никого, кого можно было бы убить. Отряд начал нервничать, впрочем, как и Сергей. «Они, конечно, взяли с собой запасы провизии, но...» «Что, если они вообще никого не найдут? Или это займет годы?» Одно радовало. За воду можно было не беспокоиться. У них в палатках имелось устройство, которое перерабатывало мочу. На всякий случай Сергей велел перерабатывать ее в чистую воду. Мало ли, но вот на переработку кала никто так и не решился. Все верили, что все будет хорошо, да и в случае чего легкая голодовка только на пользу. На ночь отряд устроился в русле реки, что когда-то проходила через густой лес. Некогда могучая река глубиной в 3 метра и шириной в 30 превратилась в выжженную солнцем траншею. 3 сентября 2024 год. Утро. Ясная погода. Солнце, казалось, решило показать всю свою мощь. Но людям было пофиг. Их шлемы защищали и от яркого света. А термоконтроль решил проблему с теплом, холодом. Невыспавшийся отряд двинулся дальше. Настроение у людей было паршивым. Однако судьба сжалилась над ними. Боец с третьим уровнем навыка, улучшающим зрение, поднявшись на возвышенность, подметил впереди какие-то постройки. Одно плохо. До них идти целый день. На своем пути люди иногда встречали металлические обломки или просто куча ржавого металлолома. Понять, что это было тяжело, ибо оно рассыпалось, как пепел при касании и даже, казалось, впитывалось в землю. После обеда отряд попал в пустынную местность. Выжженная пустошь плавно перешла в песчаные дюны. Если раньше можно было наблюдать гнилые и мертвые деревья, то сейчас песок и только песок. Благо в снаряжении был встроен компас, иначе люди попросту заблудились бы. Куда ни глянь, одинаковые холмы из песка. Ближе к вечеру началась песчаная буря. Видимость была нулевая. Устанавливать лагерь отряд не решился. Вдруг их погребет под песком. Хотя были бойцы, которые говорили, что такое маловероятно, ибо они вместе с Юбером успели и в пустыне повоевать. Но все их доводы разбились об... Это же другой мир. Впрочем, буря утихла через два часа, и отряд разбил лагерь. Опытные наемники не могли нахвалить походное снаряжение. Оно даже от холода и жары защищало. «Всем внимание! Слышу странные звуки!» Громко сказал один из ночного дозора. Он мог бы даже орать. Все равно его услышали бы лишь те, у кого есть рация, настроенная на его чистоту. Один из бойцов побежал к палаткам и начал будить спящих. Для этого было достаточно нажать на кнопку с внешней стороны палатки, и внутри зазвучит сигнал. Но не успели бойцы собраться, как раздались выстрелы. «Вижу цель, веду огонь!» Спокойно сказал боец, стреляя в темноту. «На что там?» Спросил другой, который защищал северный участок лагеря. «Не вижу, темно слишком!» Ночь была крайне темной из-за отсутствия луны. Плюс погода стояла облачно, и очень не хватало режима ночного зрения. «Юг чисто!» «Запад чисто! Что это хоть было?» «Явно не зомби! Сканер молчит!» «Зверомутант может!» «Но особи не шибко крупные!» Вскоре подоспел Сергей с тремя бойцами. Они оперативно свернули лагерь, благо это делается буквально за секунды. «Что здесь?» «Какое это движение? Пальнул пару раз. Убил или нет, не скажу». «Если не получил опыта, значит, не убил», — сказал босс, подойдя к бойцу. «Ничего не было видно». «Отправляемся. Раз нас заметили, то ночевать здесь будет опасно. Кто знает, какие тварьи тут водятся. Утром устроим привалы, поспите пару часов». «Да, босс». «Отряд двинулся в путь, но сохраняя бдительность. Несколько раз слышался чужеродный звук, и по нему тут же открывали огонь. Но опыта никто так и не получил, а значит, что промахнулись, либо ранили. Одно радовало. Живность тут водится, а значит, свой опыт они получат рано или поздно». 4 сентября 2024 год